Всем привет, с вами Добгай, мы продолжаем играть с Кайзер-Шизой за Российскую Империю И у меня произошел затроллинг с записью, поэтому первые несколько месяцев пропали Вот, мы успели Дон Кубань капитулировать и в принципе сюда сейчас передвигаемся Размены у нас здесь очень веселые, я перезагрузил сейв еще как можно раньше, чтобы... Ну, у меня сейва еще чуть-чуть раньше нету, к сожалению И что мы тут сделали? Мы эту армию сюда перебрасывали, кстати говоря, надо вот это прикрыть, я только сейчас заметил, слава богу Заметил Вот так вот нам надо сделать, сейчас будет Очень неловко получилось, потому что мы, видите, только-только капнули, вот войска отсюда еще уходят только Ну ничего, перегруппировываем армию и готовимся наступать В общем-то, в этой уже серии, я думаю, мы заставим капитулировать Рейхспакт Поехали Забываем факт, у нас скончается топливо периодически, о, нас попытались атаковать они Но это вам удачи, ребята И да, как я говорил, авиация скоро у них закончится просто, да, такими вот темпами У них было тут 3000 с половиной в начале самолетов Но мы тоже теряем авиацию, и наши потери дорогие на самом деле Но рано или поздно мы, я думаю, их перебьем по самолетам и там уже все станет проще Все-таки потери были бы еще меньше, как бы, их потери были бы еще больше, если бы у нас их просто было больше самолетов Здесь было бы не 1000, допустим, а 3, на их 3 Но сейчас есть как есть, все Давайте начнем наступление на юг, в принципе И вот это вот авиацию я бы сюда перебросил Чтобы поддерживать здесь наступление Здесь вот этот вот как раз-таки Рейхспакт смог себе Болгарию забрать А, Греция Что-то Графический багик, как обычно, в Греции Вот это вот германская Турция тоже в Альянсе, как и Египет Надо это не забывать И я бы хотел, наверное, вот отсюда авиацию сюда перебросить Потому что фронт в Украине, на самом деле, чуть поважнее, чем в Финляндии, на мой взгляд В Финляндии боев почти не происходит А вот в Украине вполне себе много Давайте вот так Мы тут тем временем застраиваем радары Чтобы вся наша территория была ими покрыта И это тоже нам очень дает большое преимущество в этих как раз-таки воздушных боях У нас очень большое обнаружение здесь И слушайте, ну если они нас будут атаковать аниме их То все станет еще проще для нас, на самом деле, да? Господи, там было 2000 2000 защиты 400 Базовая 460 Изменена на 467% Это я понимаю Приятная атака Ну, приятная не для наших врагов А нам надо бы увеличить наше производство, возможно И... Да, и в защите мы, конечно, очень много имуру наносим Давайте посмотрим На потери А кому на это не... Вот, где Россия? Россия, вот Да, они неплохо так теряют от нас Но на самом деле медленно Очень не хватает авиации Очень Видите, вот-вот цена этих дорогих самолетов Блин, здесь вообще нас в минус разменивают А Чуть не забыли, у нас здесь еще есть самолеты Это, господи Такое нельзя забывать И происходит у нас, на самом деле, просто мясорубка сейчас здесь Под Белоруссию Нас здесь атаковали А на юге там тоже немножко Нам надо будет нефть прокачать, потому что у нас она реально заканчивается В виде топлива Здесь не все так радужно, как есть, я предполагал Немцы очень достойное сопротивление здесь оказывают Но опять-таки, нам не хватает танков А у них там есть танки Ну и воздух пока просто зеленый Точнее, желтый А нам нужен зеленый Как раз таки, господи, вот эти венты об асах Здесь они не вырезаны из этих уведомлений Как и в старой ваниле В ваниле все-таки поняли, что это плохая идея И убрали их И сделали их вот здесь вот И событиями, которые не выскакивают А здесь еще пока что нет Да, к вершизу это еще не дошло Но ничего А еще у нас есть вообще много подлодок Я, кстати говоря, вспомнил, да? Почему бы нам не позаниматься некоторым троллингом? Я подозреваю, что в Германии должны быть противники Которые были бы не против дать нам право на стоянку Или даже не противники, а просто подружелюбные ребята Вот Это выглядит как то, что нам надо Давайте начнем наш небольшой троллинг Выстка с моря в Украине происходит? Я так понимаю, сюда? Да, нет, не сюда, но я нашел куда У нас здесь есть авиация, так что Битва будет с ней Но это немножко забавно сейчас было Да, они не смогли там высадиться Благодаря авиации нашей Нужно сейчас разобраться с этим всем А вот и Финляндия капнула Можно эту армию тоже будет сейчас отсюда освободить Хоть и не сразу, скорее всего Кстати говоря, видите, у них очень много было союзнических армий здесь Мы с этим разберемся Ну и выставка немецкая окончилась неудачно Наш механ успел вовремя на это среагировать И слушайте, потери все растут Респак-то наши не так сильно Как вот как раз-таки немецкие, допустим И вопрос стоит, хотим ли мы начать наше наступление в ответ уже В принципе, авиация потихоньку-потихоньку зарабатывает При отсутствии воздуха, но еще не слишком быстро, на самом деле Все еще у них очень много самолетов Очень много Как бы вот здесь вот, допустим, вообще мы размениваемся Ну так, сомнительно, я бы сказал Где вот здесь какие-то нормальные шаблоны самолетов Ну как сомнительно, по сравнению с Вот этими разменами 1 на 60 Я думаю, мы точно можем здесь продолжать Потихоньку наступление наше пробовать По крайней мере продолжать Вот это Мне не нравится нападение вот сюда Ну, ну типа нормально Вопрос такой У них не хватает припасов здесь Форсирования нет Речка просто очень Очень сильно неприятно Ну да, что поделать Как бы Потихоньку надо пробиваться Ой, наши подлодки начали работать по немецким конвоям Это тоже очень, я думаю, приятно Вот это можно куда-нибудь переместить Не знаю Сюда, наверное, нет Давайте куда-нибудь Давайте вот так вот откроем Посмотрим, где они торгуют В общем, там все идет сюда, да Так что В теории это должно было быть нормальным регионом И давайте сюда вот так И продолжим душить немецкую торговлю все И добиваются вот последние войска В Финляндии Рейхспактор Есть Эта армия полностью свободна Давайте перебросим ее пока что сюда А потом добавим вот В принципе, можно сразу почти добавить Только надо, чтобы они поближе были Чтобы у меня пустые слоты где-то не оказались Пустые провинции Здесь мы перешли в оборону Ну типа, а что нам бухтеть? Как говорится, я сюда поднял ЖД Заказал строиться потихоньку Чтобы вот эти войска снабжались получше В один момент мы можем, в принципе, вот так и перейти Как бы периодически можем вообще и пробовать Видите, здесь у них с припасами тоже проблемы И причем солидные У нас они не такие большие А вот и самолеты кончаются В Германии, да? Значит, знаете, что это значит? Значит, что мы сейчас начнем наступление наше Стоит только вот этой армии дойти, я думаю, до вот этого фронта Так, вот этому вперед У вас вот сюда Сейчас они дойдут Как я и говорил, видите, будут сейчас пустые провинции Но это временно Временно и, в принципе, это можно пережить У нас авиация должна нам помогать Только почему не помогает? Потому что это регион не тот Давайте-ка вот так сделаем Другое дело Сейчас немножко планирования наберем И будем наступать А у меня новые средние самолеты Это значит, что сейчас мы апгрейдим наши Ну и сделали мы очень дорогие тактикалы Очень дорогие стриптили Очень дорогие тактикалы, кайф Иконка, да, пускай, в принципе, такая будет Без разницы Это мы уже поменяли Отлично, немножко наше производство уменьшится, конечно На некоторый срок Но я думаю, это мы переживем Кстати говоря, здесь бомбили все это время Но теперь я сюда еще и самолеты отправил Наши Начинаем избивать вражеские бомбардировщики Воздух везде зеленый Тактикалы везде назначены Пора Нам пора атаковать Где-то красные, да Это неизбежно Мы не настолько сильные в этот раз У нас нету полной механизированной армии Если говоря, вопрос почему Мы в теории уже можем себе позволить Мы можем себе позволить Две механизированные армии полностью Ну да Типа 2600 это фигня для нас С приемпроизводством А машин, кстати говоря, не хватает Я вижу Очень много чего не хватает Давайте-ка этим всем позанимаемся Но в целом, да В целом нам Нас все устраивает Мы все это можем На правовлю ходит 165 фабрик Да, наша авиационная промышленность Немножко-немножко забирает Наши Обычные промышленности Стоит признать Но ничего Зато самолеты эти просто Неузимы И насят огромный урон Вот такие вот битвы Неприятны для нас однозначно Потому что мы сражаемся Видите, против механа И Да Я думаю Время пришло перекачаться В левую ветку Но нам еще нужно Чуть-чуть опыта Нам не хватает Еще немножко опыта Сразу все взять Поэтому чуть-чуть подождем На севере мы вот здесь Вот уже пробились Что по потерям У нас 300 тысяч Здесь, конечно, да Германия уже 2,2 миллиона При этом При этом всем Здесь них все еще Два с половиной Так что Немцы готовы выставить Еще столько же Как говорится И да Вот 3% вот отсюда Они, наверное, что-то еще контролируют Что ли Откуда у них так много Мэнпавера Есть ощущение, что где-то еще Там у них Откуда-то мэнпавера берется Но ладно Ладно 4,5 Это столько миллионов Ну, поверим Вот, вот, ребята Зажатые Но Пора мы их выжимаем Оттуда Так сказать Здесь бесконечные битвы Да Бесконечные битвы В принципе, происходят Уже везде Давайте авиацию Вот эту сюда Уже можем отправить Здесь почти нету битв Пока что Ну Чуть-чуть можно На самом деле Все еще сюда Очень жесткие битвы Очень Для нашей страны Больные Больные? Не знаю Очень много Боли наносят они Нашей стране Но Мы это переживем Поэтому Просто продолжаем Наступление Я, в принципе, поставил Эту скорость Потому что Нам просто надо продавить Просто происходит сейчас мясорубка Которую нам нужно Додавить Мы смогли здесь Вот эти речки Пересечь Отлично Это было очень большое Для нас препятствие Теперь этого препятствия нету И может Что-то Аннексировали Беларусь Отлично Но это только начало Не входим мы на территорию Болгарии Здесь не хватает У них танков особо Есть немножко Но не хватает Но опять-таки У них больше реки нету Которая защищала И под нашей авиацией Мы здесь, конечно Тоже устраиваем мясорубку Как и Вот здесь Да Просто Просто Очень жестокая война Я давненько Так жестоко, наверное, не воевал Основные причины, наверное Потому что мы воюем Пехотой В основном А так Да Иначе, я думаю Такого бы не было Но Я могу сказать Что у нас потери Все еще только 430 тысяч Как бы все еще умеренные А самое главное Я не убирал Госпиталь Из своих дивизий Так что Плюс карма Вот мы уже входим В саму Германию Очень много войск Вот здесь вот Сейчас будет окружено И уничтожено Ну, да Пока Германия прошла Эта мясорубка шла-шла Исключает Японию Это было законное решение Сошла-шла Вот эта мясорубка Но и Германия Ее просто не выдержала В один момент Германия просто Поломалась Просто не хватило Я думаю Снаряжения Хотя Слушайте, есть Снаряжение-то есть Но Много дивизий оказалось В окружениях Они такой темп Как мы Не смогли поддерживать Падение Нью-Йорка Все говоря Происходит Что? А Любопытно Началась здесь война Кстати говоря Но шансы вообще Сколько дивизий у Канады? Слушайте Так синдикаты Проиграли Они не выдержат Совместное нападение Этих стран По моим ощущениям Но Опять-таки Либо выдержат И станут Очень сильными Либо не выдержат И проиграют Мне кажется Не выдержат Слишком уж Тут Много всего Не должны По крайней мере Мы же Германию Выдержим только так И Германия Нас нет И вот здесь Вот еще Какие-то войска Тоже находились Под ревелем Которые теперь Находятся только В списке погибших А вот и падение Берлина Произошло Все Простите Казахар Проход через парад Да Да Проходят парадом Точнее И воздух Теперь желтый Был Ну Ненадолго Наши истребители Тяжело Работают 150 урона Наносят Наши Тактикалы Кайф А тут Произошел Некоторый Так называемый Троллинг По классике Короче говоря Войска взяли Просто И в один момент Решили Не защищать Фронт Весь Скорее всего Фронт Вот здесь вот Сломался Как обычно На проливах Это произошло Неприятно Неприятно Однозначно Нам поэтому Нужно отступать Вперед Блядь Тут Эквадор Великая держава Неприятно Ну что поделать Надо Просто Гермония Пока можем А вот Детройт Пал Ну слушайте Да По ощущениям Все таки Синдикаты Проигрывают Их потихоньку Окружают И они теряют Свою промышленность Должны они проиграть И я деплой Механ Наш Вот сюда Гранит Господи Как же их Любят срать Это просто жесть Деплой Вот так Что нам делать И будем Пушить Сейчас С этой стороны И этим Обратно И так У нас Что-то вроде Произошло Какие-то мирные Договоры Да Нам мириться Все Господи Крах Респак Это круто Теперь Это значит Что Сраней Стало Еще Больше Да По ощущениям Да Но теперь Нужно всех Добивать По одиночке Отвратительная Система Но Она такая Есть Хотя Вот здесь Нам в Болгарии Только капнуть И вроде Как Все нормально Станет Здесь мы Замирились С ребятами Да Они независимыми Стали Но Но Пришло Блять Правитель Социна объявляет Нам Угрожает На ядерной Бомбардировкой Как говорится Ну ничего Сейчас добьем В Германию Болгарию И Отправимся Нам В принципе Все говоря Можно Теперь Не бояться И просто Пойти Пушить Болгария Потому что Болгария Не должна Быть нормальной Армии Верно Давайте Просто Сделаем Типа Типа Вот Так И вот Так Даже Наверное Не обычным А прорывом Давайте Добьете Вы Пожалуйста Из этих Ребят Смотрите Агрессивности И После этого Болгария Капнет И вы Освободитесь Я думаю Зачем Неплохо И мы займемся Как здесь Закончим А вот Закончили Отлично Финляндия Германия Все Себе забираем Будем со всем этим Решать что делать Попозже Флот Флот Даже Не знаю Типа Можно Брать Но я думаю Пофиг Нам Флот Уже Ладно Давайте Немецкий Возьмем Хватит Нам Отлично И теперь И теперь Болгария Которая Так Некрасиво Нас Окружила Воспользовавшись Тем Что Ладно Здесь Работают Как Говно А день Германии Произошло Триумм Французских Изнанников Допустим Так Пропущенный Фокус У нас Кстати говоря Все это время Авиацию Устроил Давайте Сделаем Свой Альянс Поехали Война Восьмой Антифранцузской Коалиции Ребята С кем Блять Синдикатами Ладно Синдикатами Допустим Синдикат Кстати говоря Опять Комитет Произошел Да Значит Видимо На территориях Это даст Неплохих Бафов И шансов Но Все еще Долгосрочно Я думаю По промышленности По дивизиям Они проигрывают Так сейчас Мы будем выбирать Нашляция А пока что Можно Покачать Эти фокусы И давайте Теперь Что мы Финляндию 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 Давайте Будем выделить Маринетками Я думаю Почему нет Нового главы Немецкого государства Борис Будет Вильгельм 5 Что Не Мы будем Сами выбирать Странно Но допустим Так Мы создадим Нет Мы сделаем Интеграцию И Беларусь Я думаю Тоже Мы Реинтегрируем Блин А Польшу Можно было Реинтегрировать По-моему Нет Ладно Мостовский пакт Выбор Выбор Охуенный Ребята 10 из 10 Как говорится Прямо как в голосованиях У меня обычно Сообщество Поэтому Одобряем Ставим класс Ну и вот Спасение уже идет Отлично Мы наших Огронизированных Ребят Не бросили Ох Сейчас снабжение Как задышало Теперь вы окружены Неприятно Да Наверное Я все-таки Заново аннексировал Польшу Чтобы выбрать Окупацию Потому что Блин Вот он фокус Я должен ее Напрямую контролить Да Так что Логично Что мы ее Вот так вот И интегрируем И в принципе Нормально Почти что Как виктория 2 Граница Ну и В принципе У нас здесь Все стало Поспокойнее Благодаря Призывает Италию Румынию Блять Ну вот Только сказал Что все Спокойно было Ребята Сделали себе Роман Алайнс Ой Не римский Не лайнс Но 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 есть То Что Надо Тогда Срочно Переделывать Здесь Границы И наступать На них Как-то так Ну все Виска На позициях Давайте Нашими Друзьями Допушим Уже Ицын Все сзади Там Душат Вообще Давайте Оставим Вот эти Разборочки Уже На Следующую Серию Нам еще Здесь Надо Разобраться Здесь Разобраться В Китае Разобраться Просто Смотрите Кроме Этого Что нам Осталось Нам Осталось Вот Я говорю Вот эти Все Делать Изменения С границами Здесь В Китае И в Европе Чуть С Антантой Я считаю Что нам Не нужно Воевать Потому что Наш путь Предполагает Что мы С ними Дружим Как бы Можно Присоедиться Можно Делать Свою Реанс Понятно Но В целом Мы Вот Ребята Как бы Вот Здесь Вот Где-то Было Мы Искали Поддержку Антанты Мы С ним С ними Друзья Да У нас Колчак Был По-моему Там Другом Или Кто Там Вот Видите Колчак Был Хорошим Другом Георга И В принципе Мы Как Да Они Нам Пытались Помогать По-моему Во время Гражданской Войны Я считаю Что Наши Государства В принципе На нормальных Отношениях Должны Быть Саптанты И У нас Очень Похожая Ситуация Они Вернулись К себе И Британцы Вернули Себе Французы Вернулись К себе Как Б Я считаю Что С ними Мы Не Должны Воевать По Таким Я Был Полу Лорд Причинам А С вами Ред Был Доб Как